Экономика всюду. С 31 июля вступил в силу закон об ипотечных каникулах. Они предоставляются по кредитам, размер которых меньше 15 миллионов рублей. Отсрочку дают на 6 месяцев, в течение которых заемщик либо приостанавливает свои платежи, либо уменьшит их размер. Также на этот период вводится запрет на изъятие, переданного в залог единственного жилья заемщика. Чтобы получить такие льготы, гражданин должен доказать, что действительно оказался в трудной жизненной ситуации. Потерял работу, получил инвалидность, либо завел еще одного иждивенца. А с 1 августа вступает в силу еще один закон, который освободит от НДФЛ сэкономленные на каникулах проценты по кредиту. С 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев долевой собственности. Если до этого все сделки с имуществом для таких собственников подлежали нотариальному заверению, а это деньги, то теперь договор купли-продажи, дарения, либо наследования или ипотеки долей может быть заключен в просто письменной форме. Правда, здесь есть одно условие. Его должны подписать абсолютно все долевые собственники недвижимости без исключения. Если кто-то не подписал, то добро пожаловать к нотариусу. Коммерческий рынок лекарств по итогам полугодия сократился. Причем впервые как минимум с 2016 года. Но здесь ситуация интересная. В натуральном выражении падение продаж составило около 4%. Это если мерить упаковками. А вот в денежном выражении за 6 месяцев продажи выросли чуть больше, чем на полпроцента. Правда, прошлогодние показатели роста куда выше – 4,5%. Сказали сильного ведения. Многие лекарства теперь только по рецепту, и контроль за этим усилился. Сказалась и экономическая ситуация. Лекарства становятся дороже, и покупатель экономит. Любимец прошлого лета в Хабаровске – биткоин. Этим летом практически забыт. Тем не менее, популярность эталонной криптовалюты в мире растет. Как и стоимость в рублях. Сегодня 615 тысяч рублей. По данным журнала «Экономист», 36% американских инвесторов планируют вложить средства в биткоин. Симпатизируют ему люди со средним доходом и среднего возраста. Плюсы они видят такие. Но, во-первых, можно вложить небольшую сумму и наращивать позиции, наблюдая за результатами. Минусов называют гораздо больше. Высокие риски мошенничества и взломов, отсутствие правового контроля, недостаток знаний и надежных консультантов. «Экономика» всюду следим и участвуем.